здравствуйте друзья у нас в студии гость зовут гостя костью зовут наталья ну наталья с этого момента вы теперь давайте сами значит вы откуда сами родом откуда я родом из молдавии оттуда уехала лет такие 10 а то и больше назад я уехала вначале работать в италию поработала там три недели где-то работая как помогала пожилой паре просто общая общалась с ними была как компаньонкой и решила я да пойду я домой обратно это самое быть там менеджером в молдавию по продажам не могу я работать в этой сфере не мое и не пошло не пошел компании хотя платили очень хорошо подождите у вас румынский паспорт есть или вы есть то есть вы могли работать в евросоюзе да и в это время буквально в течение двух-трех месяцев когда я была там в италии я познакомилась с русскими парнями девушками которые работали на русскую компанию там на месте они импортировали продукты питания из бывшего ссср туда туда и продавали как оптовый и склад и продавали его эти продукты ну как здесь есть магазин коллега то есть в италии были желающие приобретать русские украинские молдавские продукты до творог капусточку вареную колбаску русских магазинах или где-то русские магазины и в основном это были иммигрантки из украины россии молдавии которые вышли замужем за итальянцев открыли себе магазина и продавали наши продукты я работал и нашла я работу вот на этом складе продуктов питания как менеджер по продажам виталии же виталия я буду то есть вы не вернулись в молдавию чтобы быть менеджером по продажам а вы остались в италии менеджером по продаж на я не уточнил этот момент я вернулась в молдавию и я проходила интервью по телефону меня позвали на он сайт на две недели сказали мы тебе оплатим билет туда-обратно и когда я начальница сказала что я опять уезжаю да она сказала что но если ты вернешься возвращайся к нам хорошо а вот такой вопрос вы по-румынски по молдавски свободно говорить да я училась университет и заканчиваем на молдавском хорошо русский на второй значит итальянские вот с молдавского с румынского как-то так более-менее понятный язык или не особо но для меня лично понятно я с итальянцы я понимаю итальянский язык и могу так на ломаном итальянском пообщаться с ними то есть можно так сказать что вообще люди которые в молдавии живут и там на румынском языке разговаривают они вообще итальянцев хорошо поймут нет а это вы такая просто то есть люди которые живут и работают в италии уже много лет и они не могут привыкнуть к языку и никак не могут его выучить может из-за того что я была так сказать экспоузда хорошо так и подождите образование вас какой я заканчивала бизнес администрации маркетинг хорошо в итальянске ведь чтобы тебя понимают еще руками все вот эту делу черта конечно так стать стала говорить то что поймет да 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 рука обязательно и чем эмоциональный тем лучше я как-то на тебя расскажу тут был случай какой-то было мероприятие местной джуки и там значит какой-то дедушка вышел лет восемьдесят ему такой же пожилой мужчина вышел и у него был микрофон в одной руке и бокал с вином красным другой и он должен был что-то сказать и как ты вот он неудобно себя чувствую подозвал внучку такая женщина уже так лет не за там 25 26 такая же взрослая подходит значит женщина он отдает ей бокал и говорит так что я хотел сказать я думаю что его так бокал мешает это что я хотел сказать можно сказать по-итальянски фактически хорошо побыли вы в италии долго были я работала мне был контракт 6 месяцев в италии и в это же время мы подали документы на иммиграции в канаду так вас сколько был то мы кто но семья я муж и ребенок то есть вы уже успели за это время и замуж выйти и ребенка завести и в италии съездить я еще так как это сложный дизайн замуж вы вышли до италии в италию с мужем поехали только дома сидел муж бывший ой хорошо подождите но в америку то вы с бывшим или уже с каким-то новым или что прожить в канаде я в канаде познакомилась ныше с нынешним мужем мы уже восемь лет вместе в италии из италии вы поехали а вы подали на иммиграцию из италии в канаду с новым мужем когда я еще жила в молдавии мой бывший муж очень хотел поехать в канаду так и работая в италии пришли уже все документы а так как вся иммиграция была основана на мне потому что у меня был французский язык мы иммигрировали во французскую часть то надо было ему помочь приехать в канаду мы уже не жили вместе когда я в италии поехала и так я очутилась в канаде а уже там встретили следующего через год хорошо а что вы делали в канаде в канаде почти год восемь девять месяцев я учила английский язык фулл-тайм у них очень хорошие государственные программы которые помогают новым иммигрантам выучить язык то есть это с девяти до четырех учишь язык сдаешь экзамены все очень серьезно после восьми месяцев я нашла первую работу так они вас это время содержат государство или вы как-то должны да в моем случае государство меня содержало потрясающе хорошо мечта поэта можно сказать так что было за первая работа первая работа была в компании которая продавала мобильные телефоны и скажем так я была одним из тех людей которые продавал первый iphone это было что-то чем-то на рынке первый iphone народ брал охотно очень охотно но в том момент в тот момент было очень-очень популярно blackberry ну вообще последние и так далее они были на пике то есть андроиды еще не было что ли были через год-два появились все было время друзья еще не было андроидов и так далее вот эти как бы вот самсунги и так далее где-то через год появились хорошо хорошо значит ночью вы продавать телефоны встретили новую как отличную жизнь нет еще насчет работы в это же время я нашла программу которая мне помогла называлась карьер бридж в канаде есть такая программа которая помогает интернашнэн трейн профессионал людям которые работали за границей где-то по своей специальности чтобы устроиться на хороших должностях хорошие компании как на интерншип чтобы появилась canadian experience в этой же специальности в этой же специальности да но это была моя первая работа в эти индустрии я нашла через эту компанию работу в эти департменте government services пока что делать надо было у меня были две части моей работы одна часть была как ответить на телефонные звонки которые звонят люди которые сидят на social assistance на субсидиях и они звонили со своими проблемами у кого чек не пришел кто не успел подать свои заявления social worker но вторая часть была как администратор всяких датабейсов типа аминистров транспортейшн и так далее я давала я была человеком который давал имена и пароли сушиоркером ну хорошо а где айти то в канаде в онтарио где в вашей работе айти министры в комедии суши суши ну это был айти департмент но вы в нем типа саппорт такое делали да больше хорошо все-таки в америке то вы как давно три года три года а как вы из канады в америку попали но в это время познакомилась с новой судьбой поженились судьба была канадская или американская латышская гражданство какое канадское но мы получили гражданство почти оба в одно и то же время то есть тоже из новых эмигрантов можно и так сказать у вас такая внешность вполне прибалтийской продукты ребята скажется похожие на привалт вы должны такой интонационно так я приехала из молдавии но это было очень хороший акцент был когда я приехала из италии в молдавии мне говорили убери этот акцент и свое из и своего лексикона это как будто ты не наша ну хорошо значит встретили судьбу а каким образом вы судьбой попали в америку судьба моя работает программистом и ихнюю компанию купил apple и привезли всех сюда прямо вот живьем так подождите то есть это какая виза была или сейчас у вас есть карту от вас пароль то есть уже скоро будет хорошо то есть вот вот скоро будет грин карта но когда по визе l вы с первого дня могли работать фактически там пара месяцев на оформление работали в сша а через три месяца я нашла первую работу можно сказать что почти по специальности в маркетинге и мерчендайзинге но эта профессия оказалась не совсем для меня мы скажем так потому что очень много надо было водить ездить по магазинам клиентам и тогда это было больше outbound работа и на сегодня вождение вот это да именно вождение и не нормированный рабочий день это очень было а в смысле вот смысле этого тоже плохо то есть мало того что ты тут там и здесь так еще и денег не платят ну вы знаете я понимаю я это брала как американ экспириенс даже если ты приехала из канады это не означает что у тебя уже есть экспириенс американский именно и общение в американском коллективе хорошо а каким образом вас занесло в тестирование программного обеспечения не сказал у нас наташа учится в школе она уже почти заканчивает сегодня интервью было сегодня это у нас интервью и такая нарядная немножко волнуется да и не отошла еще пока еще нет волнительно ну хорошо так как вы к нам попали я приехал сюда я немножко работала вот на компанию мужа помогала с тестированием их него веб-сайта на него но это была часть maps в канаде google maps это было ихняя программа которую в конце концов купил apple maps понял понял и приехав сюда вот пока я работала ты более востребованный к любой компании когда ты уже где-то работаешь вот поэтому одна из моих стратегий почему я пошла работать и в мерчендайзинге это быть имплойт как бы свой человек местный да вот через реферал начальник моего мужа посоветовал меня в ну параллельно от их него департамента и я начала работать и как алиэта на лист в бизнес дэйта на лист в вы как бизнес дэйта на лист в чем смысл вашей деятельности деятельности заключалась в том что наш департамент менеджер получали информацию от вендоров и мы должны были проверить чтобы эти данные были чистые дополнены и вот мы анализировали если у них были какие-то проблемы дупликейшнс я понял вы анализировали данные на придерживая предмет там как бы чтоб все в порядке было и в то же время продукт который мой муж и их не группа делали почти был готов первый билд и они выдали именно нам контракт я была на контракте контрактором протестировать его вот мобиль это было мое такое hands-on experience нашли у богита конечно не даже спасибо мне говорили это самое причем в первый час мы именно то что я внесла вот спешил картер сделал наш веб-сайт хорошо так ну там там лучше там там лучше намного лучше это было очень хороший опыт работы именно опыт работы в американском как бы коллектива в большой компании не то чтобы я не работал раньше в больших организациях но мне очень понравился только кроме того как попали а потом у меня был контракт на айбукс и у меня сократили так именно тестером я была лингвистик тестер работала на айбукс локализейшн какой лингвистик more content хорошо и можно сказать и локализейшн в принципе потому что но я была я работала с всеми языками из бывшего ссср хорошо понял по части мира то есть с участием локализейшн хорошо да вы поработали и потеряли работу я потеряла работу я к вам хотела еще в прошлом году прийти когда работа потеряла когда первый контракт закончился я хотела прийти к вам но у меня случилось второй маленький контракт все один в канадец у вас 2 то да они у меня все канадцы ну а первый тоже канадец родился где хорошо так широкая география значит так так вы незаметно как-то дети в вашей жизни так проходит незаметно что есть что нет там как-то на вас не повлияло я думала что ваша профессиональная за жизнь тоже интересно хорошо и итак второй раз потеряли работу а чего вы хотели то учиться то если вы уже тут поработали там поработали ну вот в том-то и делала тут поработал там поработала почувствовала вкус этого тестирования когда начал взяла кое-какие онлайн классы и так далее но я почувствовала что этого недостаточно мне нужно именно в классе добрать эти технические навыки и техническую базу но в итоге есть ощущение что вы добрали хорошо вы сейчас были на интервью а чё же вы такая это взволнованная была на интервью взволновалась вы же такая москать матерые а вы не волнуетесь когда интервью я волнуюсь все волнуется по моему я расскажу почему я я просто не люблю чтобы меня кто-то оценивал то есть вот я в этом смысле самодостаточный человек и а когда кто-то еще должен меня оценивать получается я должен чему-то соответствовать начали они может даже и не понимают что это такое и а я должен соответствовать чему-то чего может быть мне и не близко и как-то вот это все неприятно я бы сказала что сегодня на интервью все те уроки которые я брала здесь очень сильно помогли я считаю что мне это дало очень такой и как бы это первый раз первый раз у нас эта компания чего не делают примерно так примерно они они работают с библиотеками с и буками больше всего это книжки онлайн книжки и именно ихняя часть это онлайн книжки компания очень большая компании около 80 лет 78 лет если быть точным и они покупают и покупают маленькие компании они очень хорошо растут знаете какой бизнес стали электронные книжки то казалось бы что там книжка электронная правда у меня очень большие принципе надежды на эту позицию потому что это лишнее вот это нет нет почему потому что мои как бы до этого у меня есть опыт работы с книжками и мне самой интересно то вот этот плюс у них и будет возможности насколько я поняла работать именно с сиквелом очень много будет сику куриц и будут то есть там бэкэнд какой-то да и будет селениум с джавой и желание главное горит желание учиться и ну да вас обаяли вас там я понял подождите это вас не первое интервью вы по-моему еще где-то были у нас нет первое это точно первое точно первое это у меня был местный замен наш тест да а вот какая-то корреляция есть между тем что вот на на нашем вот клиренсе вас гоняют и то что вы попадаете на живое интервью сильно пересекается или как спрашивают расскажи о себе расскажи о проекте в резюме спрашивают а проекте в резюме в моем случае не спрашивали но расскажи о себе спрашивали причем это мне очень помогло что я прошла вот клиренс интервью до того как у меня был а как вы себя видите через пять лет я считаю что через пять лет у меня добавится больше и больше знаний в киуэй я надеюсь я доберу те знания которым я сейчас еду и надеюсь буду сеньор киуэй в этой компании может быть другой компании но я надеюсь что в этой компании большая компания и она хорошо давайте так как и как я учу надо отвечать через пять лет как вы себя видите вы хотите быть сам баху мэйк за дифференс и за софтвар тестинг а дальше должность она не так важна это может быть скажем если в автоматизации значит сама на ху мэйк за дифференс и in test automation если вы менеджер а вы явно с потенциалом в этом плане вот выглядит как менеджер от ребяташки она уже такая интеллигент ненькая в отчетках такая серьезная дай бог попадетесь ко мне я думаю что мне до того момента еще долго слушайте а вот вы такая интернациональная семья молдавска латышка канадская американская вот вы готовите что покушать в семье какие у вас блюда на разные блюда больше конечно то что училась детства это молдавская еда которая очень похожа на русскую мамалыгу мамалыгу нет может латыш не оценил не оценил но вот это которая у нас есть фриптура да или там цыпленок табака хорошо хорошо такая еда у нас типичная латышская кухня а вы выросли ты нибудь на фруктах на вине домашнем как в америке с фруктами отлично с фруктами как качество нормально но я бы сказала что в молдавии не вкуснее вкус родина когда приезжаешь домой и рвешь там из огорода моей мамы есть огороды и когда приезжаем и пробуем именно с куста на многое другое у вас у патриот то есть только в канаду я не патриот а в каком смысле патриотом что там в армии служит что государственных государство работает хорошо ну что же так ну вы общаетесь брать кому-то там да конечно гость приезжает кого нет и в канаду его и ничего не пустите за их его работа кажется он такой закрытий такой так ну что же хорошо давайте может быть еще один вопрос я вам задам с точки зрения вот канады все-таки в этом прошли иммиграцию на месте вы считаете каратка бы хорошее место для иммиграции или скажем так может быть ну вот что хорошо что может быть не так хорошо какие плюсы и минусы вы держите вы знаете я жила в торонто в антарио я могу сказать именно об этом месте отличное место для иммиграции было восемь лет назад когда я приехала и причем очень много было государственных программ для того что для тех людей которые хотят пробиться и добиться чего-то для адаптации новичков для адаптации новичков и эти программы начинают сокращать потому что очень многие люди пользуются этим программами но у них нету цели и сейчас уже чтобы попасть в эти программы надо пройти очень жесткую критерию отсеивание идет очень жесткая но если у вас есть цель и есть планы иммигрировать именно в канаду то мне очень канада нравилось там такая красивая осень с работы хорошо там с работы наверное хуже чем здесь и мы еще общаемся с нашими друзьями в канаде и вот у них все сокращается сокращает и сокращает на работах и когда люди ищут новую работу сейчас кризис с нефтью там бюджетный денег меньше ну что же маленьких компаниях ну правильно когда в целом стране меньше денег то это ударяет и по маленьким большим когда у людей меньше денег как-то все это такое и доллар канадский упал вот из-за нефти то есть там значительная часть его содержания была нефтяная да так что ну что же ладно давайте сделаем вот что давайте мы пожелаем наталье успехов на новом поприще вот а вы тогда от нас не 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 и прячьтесь не исчезайте а мы будем за вашими успехами следить отлично вот я буду стараться старается с одной стороны и отчетность значит периодически проводить тоже вот что вы симпатичная такая хорошая вот и тут побывали там побывали народ за вас теперь переживает сочувствует мы в ответе за тех кого приручали так что давайте мы значит вы правой рукой а левый так вот там помашем и скажем привет привет или пока или пока до свидания до свидания